МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Любовь Пермякова в эфире новости дня. В Ниньском округе уже 9 человек, прибывшие из-за границы, нарушили предписание о карантине. Им грозит штраф до 40 тысяч рублей, сообщил на брифинге журналистом представитель регионального Роспотребнадзора. В режиме повышенной готовности в Рио губернатор Ниньского округа проинспектировал объекты здравоохранения, где в случае необходимости будет организовано лечение от коронавирусной инфекции. Забавная история молодой нерпы Нюши, поселившейся в акватории реки Печоры в районе морского порта, сегодня в нашем эфире. Сегодня президент России Владимир Путин обратился гражданам России посредством видеоконференц-связи с членами правительства и главами регионов. В совещании принял участие в Рио губернатор Ниньского автономного округа Юрий Бездудный. В частности, в своем обращении глава государства поручил правительству усилить меры социальной поддержки населения в период пандемии коронавируса, а главам регионов инициировать такую работу на местах. Он также отметил, что в ближайшие 2-3 недели ситуация по распространению коронавируса в стране будет самое тяжелое, но заверил россиян в том, что эту заразу Россия победит. Владимир Путин призвал граждан страны строго следовать рекомендациям органов власти и медиков и оставаться в режиме самоизоляции. За последние сутки в России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Официально известно, что в стране по данным на 8 апреля 8672 зараженных. За время пандемии умерли 63 человека. Нинецкий автономный округ остается в числе 4 регионов, где заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. 17 жителей Наринмара, прибывших из зарубежных стран, продолжают находиться на самоизоляции. Однако не все самоизолированные готовы соблюдать режим карантина. На этой неделе за нарушение режима изоляции из Управления внутренних дел по Нинецкому автономному округу поступило три материала. Граждане, нарушившие изоляцию, будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Административное наказание подразумевается по этой статье в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Таким образом, в настоящее время уже 9 человек в Наринмаре нарушили строгие правила самоизоляции. Между тем, сегодня Управление Роспотребнадзора по Нинецкому округу направило предложение в Рио губернатора о введении режима самоизоляции для жителей округа, прибывающих из других регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Если такое решение будет принято, то оно коснется малого количества жителей региона, поскольку авиакомпании массово начали сокращать рейсы из-за низкой их загрузки. Авиакомпания «Ютер» по направлению Москва-Наринмар-Москва отменила рейсы 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля. Авиакомпания «Смарт-Авиа» по направлению Архангельск-Наринмар-Архангельск отменила рейсы 10, 13, 15, 17, 19, 20 и 27 апреля. По всем вопросам, касающимся возврата денежных средств за билеты, обращаться по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Юрий Бездудный оценил готовность медицинских учреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона посетил детскую поликлинику и операционное отделение окружной больницы, которые были переоборудованы на случай необходимости для больных с COVID-19. Главный врач Ненецкой окружной больницы Дмитрий Козенков показывает временно исполняющему обязанности главы региона Юрию Бездудному корпус детского отделения, который в настоящее время перепрофилирован для пациентов с коронавирусной инфекцией со средней степенью тяжести заболевания, которым не требуется проведение инвазивной или неинвазивной искусственной вентиляции легких. Для этого предусмотрено два этажа коек и чистая зона отдельная, выделенная для врачей. Четвертый, третий этаж. Четвертый этаж мы разворачиваем 34 койки. К каждую палату имеется точка выхода централизованной подачи кислорода. На третьем этаже мы разворачиваем 26 коек. Имеется 10 точек централизованной подачи кислорода и кислородные концентраторы дополнительно. Пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, которым потребуется искусственная вентиляция легких, будут размещены в главном корпусе окружной больницы. Здесь, на четвертом этаже под реанимационное отделение временно перепрофилирован операционный блок, в котором развернуты 9 коек с аппаратами ИВЛ. Отделение в главном корпусе, где будут находиться пациенты с коронавирусной инфекцией, оно изолировано полностью от других отделений и у него имеется отдельный вход. Также для размещения отдыха медперсонала в больнице предусмотрены так называемые «чистые зоны». Предполагается, что в случае появления пациентов с COVID-19 медицинские бригады будут работать на объектах по 14 дней в полной изоляции от внешнего мира. А после вахты будут находиться под наблюдением коллег. По словам Юрия Бездудного, сегодня все объекты, переоборудованные под размещение пациентов с коронавирусной инфекцией, полностью готовы и соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. У нас все в порядке, ситуация контролируема. Все эти меры, которые ранее были приняты, они позволяют не допустить коронавирусную инфекцию на территорию округа. Но, тем не менее, мы готовы к принятию еще более жестких мер. Пока мониторим ситуацию и наблюдаем за ее развитием. Напомним, что на сегодняшний день на территории НАУ не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сегодня в Наринмаре под председательством в Рио губернатора состоялось заседание постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка в Нинецком автономном округе. Заседание в режиме видеоконференц-связи провел временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Юрий Бездудный. В нем приняли участие руководители правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок на территории региона, руководители органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме вопросов повестки дня, речь шла также о реализации национальных проектов. Очень много было вопросов по школе, по социальным объектам. Совершенно однозначно, что какая бы ситуация эпидемиологическая не складывалась с коронавирусом, это не значит, что мы будем срывать реализацию национальных проектов. И отдельный вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, есть информация предварительная, что качество материала на одном из строительных объектов не соответствует требованиям, предъявляемым к строительству. У нас по одному из объектов, по объекту, который строит ЗСК Заполярье, была информация о том, что строительный блок не соответствует нормативным требованиям. Центр строя заказчика обратился за независимой экспертизой. По предварительным данным, данные блоки действительно не соответствуют заявленным требованиям. ЦСЗ поручено отработать с подрядчиком дальнейшее использование этих блоков. Поставьте задачу ЦСЗ разобраться с этим, как заказчику, и потребовать, если необходимо, разобрать ту часть работ, которые, те конструкции, которые были сделаны из некачественного материала. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа попросил также подключиться к решению этой задачи правоохранительные органы региона. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Нерабочие недели, которые продлены указом президента по 30 апреля включительно, помогут выиграть время на борьбу с вирусом. При этом президент уточнил, что органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут работать, как и прежде. В этот перечень предприятий входят и коммунальные службы. Все муниципальные предприятия города в сфере ЖКХ относятся к предприятиям полного жизненного цикла. Все работают в полноразмерном формате, обеспечивая коммунальное, санитарное и транспортное благополучие горожан. С 8 апреля двери для жителей региона открывает общественная баня на лесосоводе. Будет открыта в особом режиме баня заводская, потому что там находится район, где наибольшее количество него выстроено жилье. И по предложениям предприятия на этой неделе мы еще откроем баню заводскую. То есть я думаю, что если ситуация ухудшаться не будет, мы перейдем к режиму работы, когда будут установлены определенные времена для обработки санитарной, ну и соблюдаться будут также рекомендованные социальные дистанции между посетителями бань. Однако бани будут работать в особом режиме. Посетителям необходимо будет заранее записываться на посещение общественной бани. В посещении бань должна будет быть обязательно телефонная запись, то есть не должно быть столпотворения, будет ограничено количество одномоментно находящихся лиц в бане. И поэтому хотелось бы, чтобы вот эта информация тоже для граждан прошла, чтобы они понимали, что если вот эти учреждения и будут работать, то они будут работать на каком-то особом режиме, и чтобы они с пониманием относились ко всем тем мерам, которые мы на данный момент вводим. Что касается уборки города, то предприятие «Чистый город» работает в усиленном режиме. Для качественной и своевременной уборки городской территории была добавлена ночная смена. Так, за четыре дня вывезено 440 метров кубических талых вод, а также более 6000 метров кубических снега. Учреждение работает в штатном режиме, работаем в три смены. Работы про чистки почти не останавливаются. Третья смена была добавлена в связи с тем, что сейчас, естественно, приближается положительная температура и таяние снега, поэтому максимально решили усилить работу по вывозу снега. Добавлю, прием граждан в учреждении приостановлен, кроме ритуального отдела. По всем вопросам следует обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продлен прием заявок на грантовый конкурс «Лукойла». Представить свой проект на участие в 16-м конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойла» в Республике Коми Нинецком автономном округе можно до 30 апреля. Сроки подачи заявок продлили на две недели в связи с введением в Республике Коми Нинецком автономном округе режима повышенной готовности. Организаторы решили дать участникам возможность полноценно проработать свои проекты в условиях действующих ограничений. Представить свой проект можно как в трех традиционных номинациях «Духовность и культура», «Спорт и экология», так и в новой названной «Великий подвиг» и посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте «Лукойл Коми» в разделе «Ответственность». Электронный адрес для отправки заявок вы видите сейчас на своих экранах. Организаторами ежегодного конкурса социальных и культурных проектов Коми и Нау являются «Лукойл Коми» и благотворительный фонд «Лукойл». За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 1300 проектов. Свыше 300 отмечены грантами. В 2019 году на конкурс поступили рекордные 309 заявок. 70 авторов-победителей сейчас реализуют свои инициативы при грантовой поддержке. Заведение общепита в Ниньском округе вторую неделю работает в не совсем привычном режиме, только на доставку. Приостановка работы предприятий общественного питания на территории региона была продлена до 12 апреля. Напомним, что эти меры связаны с борьбой с коронавирусом. О работе кафе и ресторанов в непростых условиях ограничительных мер в нашем следующем сюжете. Работа городского кафе с клиентами официально начинается с 12 часов дня. Именно с этого времени бармен-официант Евгений принимает заказы на доставку. Даже раньше. Бывает, что приходишь, а на телефоне уже пропущенные с 10 утра. А я на работу обычно только к 11 прихожу. То есть вы потом всем перезваниваете? Да, конечно, всех обзваниваем, все перезваниваем. Может, бывает, что и по ошибке позвонили с утра, но все равно даже по ошибке в итоге заказывают доставку. Все блюда в меню этого кафе понятные. Супертехнологичных нет, уточняет владелец заведения Иван Сартаков. Их можно назвать комфорт-фуд, а не удобные в будни и в праздники. Наш некогда практически полный зал стал пустым. Для нас это немножко непривычно и нас это, в общем-то, расстраивает. Но, в принципе, есть один положительный момент. До всех вот этих вот событий мы успели запустить доставку и немножечко, ну, скажем так, обкатать систему всей этой работы. Потому что тоже нелегко, как выяснилось потом, да, набиваются шишки. Вот, шишки мы набили до закрытия, до вот этих вот всех мер предосторожности. И, в принципе, сейчас, как бы, вот это нас пока что и держит на плаву. Тем не менее, заказы на доставку обедов и ужинов от горожан поступают регулярно. Самые авральные дни, как обычно, пятница и суббота, тогда заказов больше всего. Бывают и необычные просьбы. Единственное, что неожиданное было у нас на первой недельке вот этого карантина, это что позвонила девушка и попросила бесконтактную доставку. Мы сразу поняли, как это делать. Был перевод денежек на карту руководителю. И мы всё, повезли. Курьер позвонил в дверку, оставил пакетики и убежал, как говорится. Многие постоянные клиенты не изменяют заведению. Заказывают любимые блюда теперь уже на доставку. Есть новые, есть постоянные. Да, есть даже такие люди, которым мы отвозим два раза в день. Кому-то отвозим обед, а вечером ещё везём ужин. Есть такие у нас гости, уже не знаю, как их называть, заказчики, клиенты. Поэтому есть такие, есть и новые. На доставку доступно всё меню, за исключением мороженого и некоторых десертов на его основе. В обеде на меню всё как положено. Первое, второе, десерт и чай. Для супа здесь используют специальные упаковки. Конечно, заведению, которое подразумевает полноценную работу с клиентами в очном порядке, перейти на одну доставку не слишком выгодно. Хотя, по признанию владельца заведения, пока оценить в убытке или в прибыли кафе невозможно. Ограничительные меры действуют чуть больше недели. Всё привычно, просто что сейчас персонал работает немножечко в усечённом графике. Естественно, у них сейчас будет меньше выработки часов, меньше зарплата. Ну, как бы, все понимают, все относятся с пониманием к таким делам. Поэтому, ну, просто никого не хочется увольнять, отправлять там в какие-то отпуска. Потому что у всех кредиты, у всех ипотеки, семьи, какие-то текущие расходы. Тем не менее, работает весь коллектив, выходят сменами, но без работы не оставляют никого. И очень надеются, что в скором времени всё вернётся на круги своя. И пустые залы кафе и ресторанов заполнятся снова посетителями. А гулка эхо безлюдных помещений заполнит весёлый смех накормленных горожан. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». История с счастливым финалом. Раненый орлан совсем скоро обретёт свой новый дом. Сотрудники Департамента природных ресурсов сейчас сделают всё, чтобы птица прошла курс реабилитации в заповеднике Дарвинский. С подробностями Наталья Дуркина. Напомню, орлан-белохвост был найден вблизи деревни Пылемец и привезён в город в ночь с 5 на 6 апреля. Николай Канев отвёз птицу в ветклинику «Четыре лапки», где орлану был сделан рентген и необходимые процедуры. Огнестрельное ранение с внедрением пули в кости. Хозяин хотел, чтобы мы убрали данные пули, но данная процедура наградила бы хищнику, поэтому мы этого делать не стали. В дальнейшем птицы будут летать, потому что не повреждены мягкие ткани, стрёбь не попала в мышцу, она находится в кости. По словам ветеринаров, птица должна находиться в закрытом помещении с хорошим питанием. Уже по истечении трёх недель, когда полётные функции будут проявляться, орлана необходимо отправить в полёт по помещению. Когда полётные функции будут полностью стабильными, птицу можно отпустить на волю. Однако, так как птица не ручная, Николай обратился в Департамент природных ресурсов. Вчера приехали из Департамента природных ресурсов, сделали перевязку крыла, чтобы он не дёргался, и забрали его. Будут отправлять в другой город на реабилитацию. Несмотря на то, что специалисты Департамента природных ресурсов достаточно редко сталкиваются с подобными случаями, благодаря их оперативной работе Орланд скоро обретёт свой дом. Сейчас она находится на попечении у сотрудников ВВФ. Мы оформляем разрешение на сопровождение указанной птицы в заповедник Дарвинский в Центре реабилитации. Направили соответствующее заявление на выдачу нам разрешения на перевозку с целью её реабилитации. Получили ветеринарное свидетельство для перевозки, и, соответственно, мы получили сам акт заключения ветеринарного, чтобы обосновать причину, почему нам необходимо её перевезти именно в Центре реабилитации в целях сохранения жизни самой птицы. В данный момент собирается необходимый пакет документов для перевозки птицы. Специалисты Департамента планируют отправить Орлана по новому месту прописки в самое ближайшее время. Мы пока предварительно планируем, если мы получим разрешение уже завтра, то мы планируем её перевозить рейсовым бортом уже завтра на Архангельск. Дальше её встречается с соответствующим, соответственно, лицо и перевезёт, соответственно, в город Чайповец в Центре реабилитации уже. В свою очередь, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненинскому округу направило заявление в Центральный аппарат Росприроднадзора для оперативного вынесения решения. 8 апреля в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненинскому автономному округу поступило заявление Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского автономного округа о выдаче разрешения на добывание объекта животного мира Орлана Белохвоста и вывоз его на реабилитацию в целях спасения жизни животного в реабилитационный центр ФГБУ Дарвинский государственный природный биосферный заповедник. Данное заявление согласно требованиям приказа Министерства России номер 60 от 18.02.2013 об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, незамедлительно направлены в Центральный аппарат Росприроднадзора для комиссионного решения. Решение комиссии ожидаем в ближайшее время. В свою очередь телеканал «Север» будет следить за дальнейшей судьбой хищной птицы, так полюбившейся зрителям. И спасибо всем за неравнодушие. В Наринмаре новая достопримечательность. В районе морского порта объявилась нерпа и сразу стала любимицей горожан. За молодым морским зверем присматривают работники порта. В акваторию порта нерпа приплыла за последним судном еще в ноябре прошлого года. Обосновалась около причала. Портовики такого замечательного соседа приметили не сразу, только в декабре, когда оборудовали технологические проруби около плавучего крана, чтобы его не затерло льдами. После этого работники стали приходить каждый день, проведывать морского зверя и пробивать ему лунки для продыхов. Нерпу назвали Нюша, хотя, скорее всего, это молодой самец. Предположительно, ему не больше года. По словам портовиков, Нюша не нуждается в корме. Припитание он добывает самостоятельно. Кушает только свежую живую рыбку. Нерпы – очень любопытные животные, поэтому Нюша с удовольствием демонстрирует зрителям свои возможности. Выныривает из воды на свисты песни, иногда вылезает полностью на лед. В вынужденной самоизоляции молодой зверь не скучает. По природе нерпы – одиночки. Главное – не пугать и не обижать молодое животное. Не кидать в прорубь камни и льдины, не кормить его ничем. А по весне, когда река очистится от льда, Нюша уплывет в море к своим сородичам и обязательно найдет себе пару. О жизни в Нарьинмарском морском порту будет вспоминать с улыбкой. Если, конечно, нерпы умеют улыбаться. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная повестка дня. Берегите себя и своих близких.